13.05 в Кирове начинается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня будет высказывать заместитель директора Центра дополнительного образования, одарённых школьников Игорь Рубанов. Игорь Соломонович, добрый день. Добрый день. Мы здесь за эфиром, естественно, о своём, как всегда, об очередной вашей поездке, в этом случае в Сочи, в Адлер. О своём, о девичем, да, значит. Сочи, в Адлер, я расспрашивала о наших ребятах, о их результатах в участии в Кубке Калмогорова, как наши математики выстрелили. Было такое дело, значит, наши ребята показали средние результаты. Но вы тут скромничаете, я считаю. Нет, я не скромничаю, есть много более сильных команд, есть много более слабых команд. Много? Это всего лишь 5-6? Ну, как сказать. На всю Россию? В старших классах, я думаю, и десяток, по крайней мере. Но у младших, там наши посильнее, да, там они в десятке, я думаю, и есть. Младшая группа, высшая лига. Да, высшая лига. Киров на 7-8 метре вместе с Ярославлем потеряли. Три поражения и одна ничья в последнем бою с Ярославлем. Ну, что же, ребята в свою силу играли, как могли. То есть там все команды были сильными. Немножко меньше повезло. Я должна сказать нашим слушателям, что кубок проводился в образовательном центре Сириус, это город Сочи, и создан этот центр, был образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Не далее, чем в прошлом году, в декабре, в конце, в самом год. Да. И получается, что вот эта поездка первая у Адлер в Сочи? Первая у кого? У вас? Нет, конечно, это третья поездка. С ребятами? С ребятами я туда не ездил ни разу. Я был два раза организатором смен и один раз преподавал. Это было в конце августа, начале сентября, но я туда приезжал на неделю, главным образом ради того, чтобы готовить вот этот кубок, который мы сейчас проводили, потому что кубок это наше мероприятие. Адлер – это площадка и очень хорошая площадка. Да, вот расскажите, пожалуйста, как это все выглядит? Выглядит это очень неплохо. Это четырехзвездочный отель на первой линии до моря 200 метров. Значит, большая территория у него. Номера там действительно четырехзвездочные, то есть без всяких дураков. Это четыре звезды настоящих. Мне случалось жить в разных гостиницах, в общем, могу сказать, что да. Прекрасное питание, ресторанный, шведский стол. То есть там никаких бытовых проблем нет, там быт очень лоялен к тебе, и поэтому можно силы отдавать работе, что мы там и делали. Вот интересно, нарисуйте нам картинку. Поехала делегация в составе, там, скольких человек? Двенадцати человек, в команде шесть человек от Кировской области была команда старших, десятых, одиннадцатых и команда младших, девятиклассников. Это ребята из разных школ? Ну да, в основном это из физмат-лицея, но не только, скажем, в команде старшеклассников. У нас был Пахомов из Амутнинска, была Вика Анисимова из Кирова-Чепецка. Едва ли не самая сильная в команде, кстати говоря. Но с младшими там немножко по-другому. Там это город Киров, но тоже не все из физмат-лицея. Ну, ребята играли не так уж плохо на самом деле, но конкуренция очень сильная, потому что это общепризнанно. Для вот этих ребят, которые нынче поехали, это не первый кубок? Нет. Ну, смотря для кого. Для старшеклассников не первый. Для младшеклассников первый, но до этого они ездили на уральский турнир юных математиков. Это тот же кубок, но для маленьких. Вот сейчас у нас в Екатеринбурге очередной уральский турнир будет. В конце ноября, в начале декабря там 85 команд уже зарегистрировали. Это больше, чем нынче в Адлере было? Это больше, чем в Адлере, но в Адлере тоже было 82 желающих команды, и мы были вынуждены устроить отбор. Значит, по результатам отбора туда 62 команды попали, представляющие 30 с небольшим регионов России. С чем ребята едут на подобные кубки? Вот они поехали в Адлеру, давайте туда вернемся. Что это им дает? Ну, в сущности, это командный чемпионат России. Там из всех сильнейших российских команд не было, только первая команда Санкт-Петербурга, которая уехала на математическую олимпиаду Балтиквей. Вот, и член жюри, вот Сережа Берлов, петербуржец, очень сожалел, что туда поехала первая команда, а не вторая. Ему как раз хотелось, чтобы сильнейшая команда выступала там. Но надо сказать, что в финале играли у старших Кургана Ярославль. Ни Москва, ни Петербург в финал не вышли. Хотя, правду сказать, конечно, сборная Москвы была сильнейшей, по сути. Но они проиграли Ярославлю, имея 9 решенных задач против 6 у Ярославля. Как такое случилось? А вот такая игра матбой. Так бывает, как и в спорте. Все от тактики зависит. Ну, они тактику выбрали неправильную, проиграли. Но это долго рассказывали. Да, я хотела бы, знаете, на чем заострить внимание? Вот создание этого центра «Сириус» на базе фонда, который учредил Владимир Владимирович. О чем говорили? Учредил его не Владимир Владимирович. Учредили его разные деятели. И по его инициативе. Искусство, культура. Да, по его инициативе, естественно, значит, учредили. Да, и деньги откуда-то взялись. Взялись? Да. Вы на полном обеспечении были там в Адвере? Да, мы там были на полном обеспечении. И дети, и взрослые. Еле пили, жили. Еле пили, жили, работали, самое главное. Да. А вот учителя там параллельно проходил семинар для учителей. Около 100 учителей там участвовали. Они уже платили за это. За свой счет? Ну да, потому что центр для школьников, а не для взрослых. На базе центра там удобно и для учителей проводить мероприятия. Но вот это что-то новое? Вот этот фонд, который был создан, «Талант и успех», это что-то новое? Или такие фонды регулярно появляются? А что значит что-то новое? Вот понятие фонда, оно совершенно не новое, конечно. Конечно, фондов очень много всяких. Фонд, который конкретно работал бы на одаренных детей, но вот больше я таких фондов не знаю, хотя это не значит, что их нет. Может они и есть. Фондов такого масштаба в России, конечно, нет больше. Но это радость. Да, это... Вы уповаете на то, что с появлением этого фонда к одаренным детям больше внимания будет со стороны государства или президента? Это правильно поставленный вопрос. Я, во-первых, ни на что не уповаю. Значит, когда сюда однажды приехала дама из Москвы, там в рамках программы «Одаренные дети России» или как она там называлась, пришла к нам в центр, я уже говорил как-то об этом, я ей в разговоре сказал, что мы работали до вашей программы, работаем во время программы, даст Бог, и после программы тоже будем работать. Она была сильно возмущена и пошла на меня жаловаться в правительство области. То есть как же так, я приехала... Правительство над ней посмеялись, конечно, в душе, потому что они тоже все понимают. Дело в том, что Сириус – это площадка, это сосуд, а его наполнение – это все-таки та работа, которая была. И думать, что появится какая-то сильно новая работа, ну, было бы, конечно, очень здорово, если бы она появилась, но я боюсь, что это не быстрый процесс. И он зависит прежде всего от наличия людей, которые этим будут заниматься. Это уже и исследования показывают. Было исследование, я про это тоже как-то говорил, которое показало, что успехи региона в соревнованиях, вот интеллектуальных, математических, там, в Олимпиадах и впрочем, они зависят исключительно от наличия энтузиастов, или нескольких энтузиастов, которые там с детьми работают. То есть какие бы фонды не создавались, нет чего другого, да, но, конечно, нам там гораздо удобнее работать. И, конечно, мы там будем работать и будем осваивать эту территорию. И успехи, в общем, есть достаточно большие, потому что там вполне себе умное, понимающее руководство у этого фонда. Вернее, ну, у фонда тоже, но я имею в виду и у Сириуса своего, который фондом создан. И мы не просто сработались, мы подружились. В общем, я думаю, что мы и дальше там будем работать, пока будет такая возможность. Я почему такие вопросы задавала? Я хотела понять. Вот это прорывной какой-то момент, это значит, что вот государство сказало, сейчас мы, или лично Владимир Владимирович, сейчас я там увидел, что нужны средства, нужны площадки, и мы сейчас в течение 10-20 лет, там, программа будет мощных выливаний в таланты. Светлана, Светлана, прорваться может нарыв. В образовании прорывного ничего не бывает. В образовании бывает медленное развитие. Если оно в правильном направлении идет, то оно в конце концов даст результат. У нас в Кировской области мы это доказали, мне кажется. И не только в Кировской области. Во многих местах достаточно, где идет такая работа, результат рано или поздно появляется. Но говорить о каких-то прорывах, и тем более говорить о том, что можно с помощью денег это дело создать, с помощью денег это можно поддержать. Организационно это можно тоже поддержать, если правительство, президент, значит, руководство страны публично поддержит, скажем, таких людей, как Олег Южаков в городе Кургань, который блестящих... Контретных людей. Да, который блестящих результатов достиг, вот его команда в финале играла. И скажет, скажем, губернатору Курганской области, что не надо Олега хотя бы прессовать, что с ним там постоянно делают, понимаете. Почему прессует? Откуда я знаю? Неудобен. А его заслуги приписывают себе, понимаете. Вот если это будет сделано, это будет хороший вклад. Но лучшее, что тут можно сделать, это поддержать, но не строить, не указывать там. Деньги давать можно, да, опять же, хорошо бы их распределял какой-нибудь общественный совет авторитетный, который не позволит им ни к рукам прилипать, не позволит им идти туда, куда не надо, понимаете. Который знает. Ну вот мы список составляли там по просьбе Ивана Валерьевича Ященко, который один из основателей фонда, вот, и который, в общем, один из нас, можно сказать. Список какой? Я сейчас скажу. Человек, который работает со школьниками много лет и классы вел много лет. То есть он сейчас большой чиновник уже, там, ЕГЭ руководит по математике во всей стране, но в то же время он не оторвался от корней. Пока еще свой. Да, да. Конечно, вся эта деятельность влияет на каждого, понятно, но тем не менее. Значит, вот у него есть сейчас группа, которая составляет список успешных практик в области внешкольной работы, внеклассной и внешкольной работы. А практика это что? С одаренными детьми. Это программы или люди? Практики это люди и организации. Ну, практики это практики, но практиками занимаются люди и организации. В этом списке равна и организации, и люди. Я полагаю, что сейчас являюсь одним из топ-экспертов в этой области, в России. Ко мне обращаются, и вот мы там вместе с метод-комиссией Кубка, в которой масса авторитетных людей в этой области, составили такой список и отправили его. Потом я еще от себя лично там отправили вот этим сотрудникам Ященко, которые занимаются кодификацией. Вот они составляют этот список. В дальнейшем, значит, видимо, будет оказана какая-то поддержка этим людям. По крайней мере, Иван Валерьевич, и мы все мы на это надеемся. Потому что имеется и моральная, и материальная, я полагаю. Вот, скажем, Кировская область очень не помешала бы поддержка в виде строительства нового здания столовой. У нас в Вишкеле, вот сгорела у нас столовая, старая, деревянная, там и 50 или 60 лет. А Вишкель это летняя база? Это летняя база для нашей летней математической школы, многопредметной, простите. Которая, по сути дела, является одним из системообразующих явлений во всей российской работе. С одаренными детьми, она уже давно всероссийская, в какой-то степени международная. Там постоянно бывает несколько ребят из-за рубежа. И было бы очень обидно, если бы из-за вот такой вот грустной случайности... А то, что сгорела столовая, ставят под угрозу проведение летней школы? Ставят под угрозу проведение летней школы, да, потому что без столовой вряд ли мы сможем ее провести. А дома все в Вишкеле деревянные? Да, там все целое, кроме столовой. У нас есть проект реконструкции. Сколько он стоит, этот проект, его реализация? Смотря что, если временную столовую, то порядка 20 миллионов. Временная столовая 20 миллионов? Да, там 400 мест у нас. Если постоянную, то порядка 80. Я говорю те цифры, которые мне называла Екатерина Николаевна Перминова, наш директор. А если в целом, то это несколько сот миллионов, если заново строить, ну, реконструировать все это. Вот. Ну, немаленькие деньги, в общем. Ну, мы там и дела делаем немаленькие. Потому что... А об этих цифрах знают в правительстве? Да, конечно. Но в правительстве нет денег. Да. И попадание в тот список, о котором вы говорили, в список Ященко, так скажешь? Список только составляется. В правительстве области о нем еще ничего не знают, я думаю. И в правительстве, я так понимаю, федерально? В правительстве России понятия не имею. Может, что-нибудь и знают. Я пока послал то, что считал нужным послать. Но, конечно, если меня сейчас кто-нибудь слышит. Слышит. Из тех, кто может принять решение, кто может помочь. Летняя школа, Кировская, это не областная школа. Это системообразующая школа для всей страны. И нам очень нужно, чтобы она не погибла. Стоит сделать перерыв на год, на два. И это возродить уже будет очень сложно, если вообще возможно. А вице-президент Академии наук Козлов, математик, писал как-то в представлении нашей школы на грант фонда династии, усопшего, к сожалению, что Кировская летняя школа оказывает явное, прямое, непосредственное воздействие на воспроизводство математиков в России. Вам нужна денежная помощь по восстановлению? Нам нужно восстановить столовую любым способом к лету, чтобы она у нас начала действовать, чтобы мы могли нормально наш лагерь провести. Вот, собственно, все. Я не знаю, как мы это сможем сделать и сможем ли, но мы будем стараться. Но вы будете обращаться с этой просьбой и с объяснениями губернатора? Да, конечно. Да, конечно. Я там говорил с людьми, которые имеют выход наверх. Говорю, может, Москва поможет. Нет, говорят. Это дело области. Но я думаю все-таки, что дело-то, конечно, области, но в области денег, скорее всего, нет таких. А практика меценатства у нас присутствует? Я не знаю. У нас меценатство как-то, нашему центру с меценатством как-то не очень. Я не знаю почему. Но, возможно, область обратится наверх. Все-таки сейчас много внимания уделяется работе с одаренными детьми. Это действительно президентская инициатива. И мне говорили, что президент много внимания уделяет этому вопросу. Неформального. Ну, достаточно сказать, что он председатель Попечельского совета фонда таланта успеха. Но вам бы хотелось, чтобы эта информация в итоге донеслась до президента? Мне бы хотелось, чтобы эта информация донеслась хоть до Бога. Понимаете? Главное, чтобы нам удалось спасти то, что у нас есть, не только для себя, но и для страны. Это особое мнение заместителя директора Центра дополнительного образования одаренных школьников Игоря Рубанова. Обязательно будем следить за тем, как отреагирует правительство на ваше обращение. Да, правительство в курсе. Я уверен совершенно, что Никита Юрьевич дал бы денег, если бы они у него были. Поначалу там все очень хорошо складывалось. Там частное государственное партнерство было обещано. Да, где-то был инвестор, но потом, когда пошли все эти кризисные явления, понятно, все это сошло на нет и отнюдь не по вине областных властей. Я тут меньше всего склонен обвинять областные власти при всем своем критическом отношении ко всякой власти. Областные власти вообще, да. Областные власти, надо им отдать должное. Не потому, что я тут сижу во власти, вот рядом. На просьбе нашего здания. И так о том, что близко мы лучше умолчим, как писал Козьма Прутков. А просто потому, что это действительно так. Нам очень сильно повезло. И многие нам завидуют в этом отношении. Но тем не менее, есть желание, есть возможности. Будем стараться. Будем стараться. То, что вместе с областными властями, значит. К следующей теме, но тоже образовательной, правда, опосредованной, наверное, все-таки. Владимир Быков, это глава нашего города, он уверен, что Кировская область одной из первых станет, начнет строить новые школы. Значит, надежда возлагается на попадание в целевую федеральную, опять же, программу. Вот это единственная наша надежда, судя по всему. Я не понимаю вопроса. Единственная надежда на что? На то, чтобы строились новые школы. Я затрудняюсь это оценить, потому что я не министр финансов области. Я думаю, что этот вопрос уместно было бы задать губернатору. Или главе города. Единственная ли это надежда. Я не знаю, сколько там есть денег. Но я уверен, что если центр поможет, то школ будет больше. И, естественно, очень будет это хорошо. То, что площадки зарезервировали, вот я читал вчера с вашей подачи, эти материалы. Да, в новых микрорайонах. Это очень хорошо, это правильно. Я всегда был за то, чтобы предвидеть проблемы и решать их заранее. И еще лучше не допускать, чтобы они появлялись, чем потом в пожарном порядке бегать. И в этом смысле мне очень нравится то, что предвидят проблемы, вот подходит поколение более многочисленное, вот понадобится больше школ, давайте зарезервируем, заложим. А когда дети подрастут? Игорь Соломович, я ведь не зря так спрашиваю. Смотрите, такие яркие заявления, что, ребята, мы станем первыми в России, где построятся новые школы, только нам надо попасть в федеральную программу. Это, конечно, прекрасно и радостно. И вот мы зарезервировали в новых микрорайонах, там Ганино, Чистые пруды, где уже много лет живут молодые семьи, откуда возят свои детей. А вот если не попадем, не дай бог, в федеральную эту самую программу, то гигантские микрорайоны, которые строятся сейчас на окраинах города, так и останутся без школ? Я не знаю. Мне кажется, что это опять не совсем правильно поставленный вопрос. Поставьте его правильно. Если его поставить правильно, я бы сказал так, имеется ранжирование целей. Где-то школа критически важна, где-то менее важна. Будь я, как говорила одна моя хорошая знакомая, если бы я была царица, значит, естественно, я бы ранжировал тогда эти потребности. Какие-то обеспечены местным финансированием, возможно. Значит, на какие-то, возможно, будет федеральное. Ну, и по мере сил я бы делал максимум того, что можно сделать. Если в чистых прудах живет много молодых семей и нет школы, то, наверное, это один из критически важных районов, где надо строить. Если где-то школ просто не хватает, ну, вот они хотят в одну смену всего. Это прекрасно. Но в крайнем случае можно какое-то время поучиться и в две. Это лучше, чем за нескольких километров в школу ездить. Но это все подлежит обсуждению, я считаю, что общественному обсуждению прежде всего. Правда, здесь, наверное, все-таки многие будут заинтересованы милицией. На самом деле я бы хотела привести пример Москвы, которая, понимая, что, несмотря на свои большие, в общем, достаточно карманы, все равно нужно как-то действовать на опережение, как вы говорите. Да, и в Москве очень много умных вещей в последние годы делается. Например, вплоть до того, что меняется градостроительный кодекс, когда строятся жилые дома, и на первых этажах уже заранее планируется, что здесь не будет жилых помещений, а будут детские сады, магазины и так далее, и школы тоже, начальные классы встроены. Вот у нас, вот в эту сторону, почему-то никто не думает. А все надеется, что только федеральная какая-то программа поможет. А значит что? Будем ждать по 5-6 лет, пока детские сады построены? Я скажу так, если это действительно так, то это очень плохо. Надо делать, на мой взгляд, так, как я сказал. Вот надейся на федеральную помощь, но сам не плашай. Но я прочитал внимательно вот это вот выступление, я там не нашел ничего, что звучало бы, как мы вот только на федеральную помощь надеемся, а если ее не будет, мы лапки книзу. Мне так не кажется. А вы нашли что-то такое, что мы будем делать в случае, если не будет федеральной помощи? Нет, не нашел, но ведь не об этом было интервью. А мне показывалось об этом как раз. Ну, если это действительно так, то это плохо. Денег? Денег на создание образовательных учреждений нет, как у города, так и области, цитирую. Поэтому все надежды возлагаются на федеральную программу и средства, выделяемые в рамках нее. Я думаю, что деньги все равно придется искать, если не дадут федеральной помощи. Но я думаю, что в какой-то степени все-таки дадут. Наверное, они когда говорят, они что-то понимают в этом. Ну, не знаю, но понимаете, с другой стороны, если денег нет, если их действительно нет, то что же тогда делать? Прекращать рожать. Ну да. Так обычно и бывает. Застопать все на свете, значит, и... Да. Вот, я не знаю. Ну как? Рожать-то все равно это не прекратят. Ну, это же все сказывается, правда же? Сложности жизни, экономическая ситуация, сложение продуктов, аксессы, дневских садов, и так далее. Если напряжение растет, то в какой-то момент происходит то, что в математике называется катастрофа. А в социологии революция. Не дай бог. Ну, может быть. Я надеюсь все-таки, что разум того забладает. Может быть, деньги как-то и перезапределят немножко. Вы как-то очень так вот... А что я должен говорить? Философски к этому относится. Что все сволочи. Будет хорошо, не будет, нет. Я не могу этого сказать, потому что я знаю, что... Скажите, кто? Потому что денег нет, на самом деле. Потому что кризис в стране... Почему в стране кризис? Это уже отдельный вопрос, конечно. А это хороший вопрос. Сейчас мы перерываемся на короткую рекламу, обсудим в перерыве. Будем дискутировать на эту тему или нет? Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Светлана Занькова у микрофона. И свое особое мнение сегодня высказывает Игорь Рубанов. Игорь Соломонович, от образования к культуре. Мы тут последние несколько дней активно обсуждаем инициативу от члена общественной палаты Олега Ткачева. Вы лично с ним знакомы, Олег? Нет, не знакомы. Не знакомы. Слава Богу, насколько я понял, исчезание инициативы. Вот интересно. Но я еще раз слушателям напомню, что Олег выступил с инициативой, который заключается в том, что региональное правительство, он просит региональное правительство не поддерживать корпоративные инициативы по установке различных скульптур. Вчера он сказал в нашем эфире, здесь в дневном развороте, что вообще это странно, когда губернатор вместе с представителем какой-то корпорации открывает очередную странную скульптуру на такой маленькой пешеходной у нас здесь улице. И еще одну, и еще одну. Вот процедура должна быть открытой, обсуждаемой, и вообще к этому надо подходить более профессионально. Что же вам не понравилось? Господин Ткачев имеет право на личное мнение, безусловно. Но это личное мнение не должно навязываться всем остальным, понимаете? Мне лично очень приятно, когда в городе появляются новые скульптуры, они придают ему хоть какое-то свое лицо. Это вот не коробки безликие, которыми застраивали город в советские времена, в 70-е, 80-е годы, в 60-е. Это что-то интересное. Да, какие-то спорными могут быть. Интересно, если бы господину Ткачеву пришлось утверждать писающего мальчика, он бы как? Тоже бы написал в муниципалитет города Антверпена? А вы бы утвердили? Я бы утвердил. Я бы, наверное, сказал, что это вообще не мой функционал, что называется, утверждать такие вещи. Вот поставили и хорошо. Я так понимаю, что у Олега Ткачева вообще вопрос, а кто утверждает? Есть ли у нас люди в этом городе, которые все-таки контролируют каким-то образом процесс? Вы знаете что, а вот как насчет самодеятельности? Так уже надоело, что все кто-то должен утверждать. Вот мы проводим конкурс русскими движениями, и иногда получаем там массу возмущенных писем, а что это вы про Лукоил задачу дали. В этом году вот у нас задача про украинскую певицу Ани Лорак. Я уже получил совершенно хамское письмо, значит, в котором в очередной раз спрашивают, что мы курили, когда составляли такие задачи. Я подавил в себе огромное желание написать в ответе «Дядя, ты дурак?» Значит, ну не хочу я с этими людьми иметь дело. В открытом доступе письмо? Личное? Личное? Личное письмо. Нет. Личное электронное письмо, естественно. Какой конверт? Вот, понимаете? То есть есть люди, которые хотят навязать свое мнение, свою точку зрения, они ее везде имеют и считают, что это вообще единственно верная коммунистическая партия. Ну, надо отдать все-таки должное. Олег Ткачев высказал свое мнение и разместил свою петицию. Ради бога, он имеет полное право это делать. Целых 13 человек с ним уже согласились. За две недели. Я посмотрел, да. При минимуме каком там? Тысяча или сколько? Пять тысяч. Пять тысяч, да. Но я думаю, не пройдет и сто лет, как там уже. Вот. Лично мне не нравится эта идея, но я признаю полное право его устраивать голосование, идеи высказывать. Вот. Мне бы было неприятно, если бы все это было уже до предела заорганизовано. Потому что все-таки, ну должно быть место самодеятельности. Это мой город, это город тех людей, которые ставят скульптуры. Вот. А если каждый раз... Ну я не знаю, сложный, конечно, вопрос обсуждения устраивать. С одной стороны, да, это здорово, правильно. С другой стороны, представьте себе, что в Париже устроили бы обсуждение Эйфелевой башни. Она бы там не стояла, совершенно точно. Понимаете? Потому что есть люди, которые лучше, чем масса, видят, что должно быть. И через 10 лет, через 50 лет с ними соглашаются. Сейчас Эйфелева башня украшения Парижа. А что было тогда? Когда ее строили? Нам не дано предугадать. Изуродовали город. Там были вопли буквально. Это была история, да. А что было, когда перестраивали Париж в середине, кажется, 19 века? Сколько там уничтожили всякой старинной... Все-таки ваша позиция. Лучше ставить, чем не ставить? Моя позиция лучше ставить. Понятно. Я считаю, что город должен иметь свое лицо. И чем больше будет особенностей, тем лучше. Какую скульптурную композицию выделяете? Вы знаете, я плохо знаю вообще. Я далеко не все знаю, но мне нравится, скажем, этот дуб с ухом, который стоит около театра. По-моему, очень хорошая идея. Хорошая идея. Да, и скамеечка вот эта около, ну, напротив театра кукол с ветскими игрушками. Да, и кот зацелованный в нос там, и все, что... Это тоже, это, между прочим, тоже вызывало свое времени. Да, разумеется, боже мой, боже мой. Это первые автомобили столько вызывали. Лошади гораздо лучше всем, ведь понятно это. Понимаете, ну, всегда будет. Мы в пещерах жили до сих пор. Вот выступают, скажем, против генно-модифицированных продуктов. Чудесно. Допустим, что амебы в свое время имели бы возможность на эту тему голосовать. Мы бы так амебами до сих пор и были. Потому что все мы генно-модифицированные амебы. Я не понимаю. Это какое-то безумие. Понимаете, это вот... У меня стоит в одном ряду со спиритизмом, там, мистика и прочими такими вещами. Это какой-то безумный бред. Вот давайте сделаем, как было сто лет назад, и будет все прекрасно. Да, ну вот нам Олег дал вчера в эфире, сказал, через полгода я проверю, сколько человек проголосует за мою инициативу. Да, пусть проверим. Да, мы посмотрим. Да, конечно. Вот интересная новость. Сегодня в 12.37 пришла нам на РБК. Я читаю прямо с сайта. В Совете Федерации поддержали идею запретить полеты в Турцию и Тунис. Как вам нравится это? Никак не нравится. Никак. Мне очень грустно каждый день читать в ленте новостей очередные запреты. Нельзя ничего запретами положительного добиться. Можно иногда исключить что-то отрицательное, но вот жить среди сплошных запретов совершенно невозможно. Вы же понимаете, чем, естественно, мотивированы эти запреты? Да я понимаю. Вопросы безопасности наших туристов. Слушайте, вот иная безопасность, уж лучше опасность, чем такая безопасность. Понимаете? Потому что, чтобы была полная безопасность, надо каждого окружить колючей проволокой, посадить куда-нибудь. Отличная будет безопасность, только закончится лежить в этой безопасности. Вот у меня был случай в Москве, на Ярославском вокзале. 9 числа вечером. Я туда пришел. В ноябре? Да. Смотрю. Стоит рамка, через которую надо пройти. И стоит такой сканер, значит, куда надо чемодан запихать. И написано, работает в тестовом режиме. Я прошел с чемоданом через рамку, не стал в сканер класть. Потому что в тестовом, так в тестовом. Ко мне тут же подскочил товарищ, который там дежурит, говорит, вы тут как? Значит, я говорю, смотрите, у вас тестовый режим. Это значит, я не обязан. Когда будет обязательно, я поставлю. Ой, нет, говорит, вот идите, ставьте там чемодан. Ну ладно, говорю, зовите полицию. Хорошо, позову. Тут же подошли двое полицейских. Девушка симпатичная лейтенант. И, кажется, старший лейтенант. Ну, капитан, постарше. Ну, они там дежурят, понятно. Вот. И, значит, начали мне говорить, открывайте чемодан. Я говорю, что здесь прямо посреди? Ну, говорю, давайте, хорошо, отойдем, я вам открою. Вы имеете право, вы полицейские. Ну, говорю, а зачем открывать-то? Ну, как, вот терроризм, безопасность. Я говорю, смотрите на меня. Я похож на человека, который может тут что-то взорвать? Ну, как же безопасность, безопасность. И тогда я капитану сказал, знаете, или вот старшему лейтенанту, не помню, знаете, говорю. По званию к нему обращаюсь, товарищ такой-то. Значит, вот, честное слово, лучше помереть, чем жить в такой безопасности. Он на меня посмотрел и сказал, идите. А вдруг у вас в чемодане чего-нибудь нехорошее спрятано? Игорь Соломонович, неужели только по вашим честным глазам человек должен... Так ведь тогда надо и на улицах везде ставить рамки, понимаете? Есть в бизнесе хорошее понятие соотношения цена-качество. Цена вопроса, ну, надо признать честно, что полной безопасности мы нигде никому обеспечить не можем. Вот, а рамки на вокзалах, ну, на мой взгляд, это неэффективная абсолютно вещь. Это жрет деньги. Если там захотят что-то взорвать, то, я думаю, взорвут. Вот, извините, я не сторонник пульористов. Я просто удивляюсь. Вы такой человек, который, мне кажется, и по миру поездил. Я помню еще лет... В мире я нигде не видел рамок на железнодорожных вокзалах, вот, когда ездил. А в аэропортах это оправда? В аэропортах это оправда. Понятно. Все окей. Хорошо. В аэропортах это оправда. На вокзалах это не оправда. Хорошо. А как вам инициатива господина Жириновского о том, что, цитирую его, необходимо добиться, чтобы аэропорты, гостиницы и иные туристические объекты в странах, где много отдыхающих из Российской Федерации, защищали наши полицейские? Да. Ну, что я могу сказать? Жириновский талантливый артист. Все, можно точку поставить. Точку, да. Если можно поставить. К истине его высказывания. Да. Кто ж ему позволит? И у нас остается буквально пять минут, но очень хочется с вами обсудить тему, которая не слишком свежая, но, мне кажется, должна вас заинтересовать. В России могут запретить отвечать на официальные запросы из-за рубежа без разрешения государственных органов. Планируется создать специальные органы, которые будут являться своеобразным цензором. Например, если наш ученый общается с зарубежной коллегой без сланции этого цензора, то его могут оштрафовать, и штраф может составить сотни тысяч рублей. Ну, вот последняя фраза, это страшно. Я могу сказать одно. Если страна хочет потерять и тех ученых, которые тут еще остались, то надо это сделать. Если господа хотят убить науку, совсем, то ее надо лишить международного сотрудничества. Я очень надеюсь, что вот эта последняя фраза, это все-таки глупость. Потому что одно дело, когда там госучреждения отвечают на какие-то запросы. Но, по сути дела, это воссоздание первых отделов, которые были когда-то во всех советских учреждениях и организациях. Значит, я не сторонник воссоздания первых отделов. Я полагаю, что там, где есть гостайна, ее надо охранять. И охранять как следует. Но это не значит, что надо отрубать все связи с заграницей. И, собственно говоря, высшее руководство страны это вроде бы понимает. И Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял, и Медведев заявлял неоднократно, что мы не ставим вопрос так, что надо вообще обрубить там все связи. Наоборот, их надо как можно лучше развивать. Как развивать связи в ситуации вот такой перманентной всеобливающей цензуры? Это интересный вопрос. По-моему, никак. Поэтому господ выбор – либо цензуру вводить, либо развивать свою науку. Я не знаю, что они выберут. Но вот если действительно такое случится, что переписка с заграничным коллегой будет криминалом, то может случиться, что серьезных ученых тут через некоторое время останется на порядок меньше. Что было бы очень грустно. Я бы лично этого очень не хотел. Ну, как сказать, пока их еще довольно много. И очень хотелось бы, чтобы их меньше не стало. А скажите, введение вот такой цензуры и такого жесткого ограничения и надзора, оно спровоцирует поток дополнительный и мощный? Я не знаю, насколько мощный будет поток, но часть людей, безусловно, уедет. По очень простой причине. Невозможно эффективно работать в современной науке, не имея международных контент. Среди ваших знакомых и коллег, вот сейчас вы общаетесь, переписываетесь, за последний год есть такие, которые уехали или собираются уехать? Да, за последний год я что-то таких не заметил. А вот раньше уехали довольно многие. Раньше это в какие годы? В 90-е, в 2000-е. Сейчас нет такой тенденции? Я затрудняюсь. То есть вот я глазами этого не наблюдаю. Это не значит, что ее нет. Но не знаю. Возвращаясь к вашим ученикам, вашего центра, вашим подопечным. Ребята, старшеклассники, о них сейчас поговорим. У них какие сейчас, какая мотивация и какие настроения? Они желают продолжать получать образование в России или у них есть настрой получать образование? Ну, вы знаете, подавляющее большинство продолжает образование в России, что касается вузов. Вот что касается поствузовского образования, тут уже все довольно сильно по-другому обстоит. Ну, вы же с ними обсуждаете, они задают вопросы? Да нет, мне они их не задают, у них свои головы есть. В общем, им есть с кем общаться, есть кого слушать. Но я знаю, что... Нет, наши ученики поступают, ну, процентов там, не знаю, на 98 в российские вузы, в топ-вузы. В основном Москвы, Петербурга, кто-то в Казань едет, кто-то в Нижний Новгород, кто-то даже в Кировские вузы поступает. Ну, в общем... А у вас самого, Игорь Саламонович, в этом году не возникало желание каким-то образом переместиться из страны? Нет, нет, не возникало. И никогда? И никогда. Но это у меня совершенно иррационально. Если бы я искал, где лучше, понимаете, ну, в смысле, где глубже. Ну, я консерватор и лентяй. Я тут родился, тут умру. Я уже в одном интервью говорил, что тут родился, тут пригодился, тут и умру. Ну, если придется за что-то бороться на старости лет... И бороться будете здесь. Возможно. Это было особое мнение заместителя директора Центра дополнительного образования, Дареных Школьников Игоря Рубанова. Спасибо большое. Светлана Занько, до свидания. Спасибо большое.